В этом видео мы сделаем с тобой несколько вариантов бегущей строки в PowerPoint, сделаем три слайда, вот этот очень простой, с простой бегущей строкой, вот этот уже немного необычный, но все еще простой, и вот этот третий слайд, где есть уже ряд сложностей, которые я тебе расскажу. Привет, меня зовут Миша, мы вместе с тобой учимся создавать необычные интересные презентации в PowerPoint. Сначала мы с тобой сделаем три слайда, а в конце видео я расскажу, как этот прием можно использовать в выступлении и в реальной презентации. Я заранее подготовил демо для тренировки, на котором мы сейчас будем все это повторять и не тратить время на лишние элементы, ты ее сможешь скачать с Google Диска по ссылке в описании, только пожалуйста не запрашивай доступ на редактирование, скачивай и редактируй уже на своем компьютере в PowerPoint. На первом слайде у нас будет задача очень простая, у нас есть уже готовое оформление, нам только осталось вот этот текст слева до слайда поместить в бегущую строку. Я захожу на вкладку ставка, выбираю здесь инструмент фигуры, выбираю обычный прямоугольник, нам их потребуется два штуки, мы сейчас сделаем сначала один, а потом его просто задублируем. Выравниваю его по правой границе слайда, по левой границе слайда и уже настраиваю толщину, вот эту по высоте линии, чтобы у нас там поместился текст. Настрою по стилю, применяю к нему такой темно-синенький цвет из стандартных и контуры у этого прямоугольника убираю. Выделяю прямоугольник, нажимаю сочетание клавиш Command-D либо Ctrl-D на Windows, тем самым дублирую этот прямоугольник, увожу в левую часть и вот здесь можно к краю слайда тоже его прилепить. Копирую текст, для того чтобы скопировать текст я его просто выделяю, Command-C либо Ctrl-C, ставлю курсор внутри фигуры и здесь нажимаю Command-V, у меня текст он здесь помещается. Но что случилось, у меня текст он не уместился, он получился несколько строк, нам нужно весь этот текст оформить в одну строчку. Для начала нам нужно выровнять его относительно центра всей этой фигуры, а во-вторых нам нужно будет зайти на вкладку формат фигуры, у нас тут указаны размеры ее, вот эти размеры. По ширине мы видим то, что здесь 33 сантиметра и нам нужно подобрать здесь просто вбить в руками такой оптимальный размер в зависимости от твоего уже текста, так чтобы он уместился в одну строчку. Например, 100 сантиметров не подходит, 200, слишком много, ну я уже, давайте честно, я слайд это делал, я знаю то, что мне нужно будет 160, а тебе нужно будет просто подобрать под свой именно объем текста. И убираю этот блок, фигуру с текстом просто в левую часть слайда, выделяю ее и нужно наложить анимацию. У нас последний шаг, захожу на вкладку анимация, выбираю здесь просто вылет. Вылет настраиваю я, вот можно наверное не тут, лучше сразу нажать на кнопку область анимации, вот у меня здесь одна анимация уже на видео, а вторая анимация вот на вот этот как раз таки блок, который мы настроили. Параметры не нужны ничего, время, мы запустим, делаем запуск с предыдущим, чтобы она автоматически у нас запускалась. Продолжительность поставим длинную, то есть сама продолжительность вот этой линии, как она у нас будет перемещаться с одной части слайда в другой, поставлю 60 секунд. Повтор я поставлю до окончания слайда, чтобы она бесконечно заново и заново повторялась. И еще нам тут нужно свойства, вот здесь выбрать не снизу, чтобы она появлялась не снизу, а получается справа, с правой части слайда, либо она вот тут еще можно это настроить. И что мы можем в принципе уже посмотреть, вот я ничего не нажимаю, просто запустил этот слайд, все у нас работает. Следующий слайд мы сделаем по другой схеме, немножечко поинтереснее, я вот тут слева еще блок уберу, чтобы он не мешался. Я захожу на вкладку вставка, нам нужно добавить текст, выбираю здесь инструмент надпись, добавляю просто текст пока еще в любом месте. Здесь пишу no, сразу поставлю, настрою все по стилю, сделаю его белым, шрифт выбираю вот какой-нибудь gotem pro, какой-нибудь обычный, нормальный и сделаю сразу его поменьше, например 14 размер вполне меня устроит. Поставлю после этого no пробел, мы сейчас будем делать по принципу, как в одном из видео, когда мы оформляли текст по кругу, по кольцу, если не смотрел, обязательно посмотри, тоже интересное видео. Копирую это no с пробелом, обязательно, да, после no пробел, и просто начинаю вставлять. Вставлять и, ну так это просто ускорит нам всю работу, и можно потом копировать несколько. Ну давай я сейчас все это настрою. Ну вот, я получается просто сделал блок текста, состоящих из двух букв no, и теперь мне нужно ее выставить опять же в одну строчку, просто растягиваю этот текст и выравниваю по нижней границе по фотографии, таким образом, чтобы текст у нас не вылезал за низ этой картинки, за низ изображения. И чуть-чуть оставляю его слева, чтобы текст выходил за границу слайда. Теперь, ну все, уже можно накладывать анимацию. Выделяю текст, захожу на вкладку анимация, здесь выбираю анимация пути и выбираю здесь линии. У меня она поплыла вниз, нам это не надо, я вот здесь вот кнопочка параметры эффектов выбираю вправо, она у меня плывет вправо. И теперь нужно только настроить ее по анимации и по расстоянию. Давай для начала, наверное, займемся расстоянием. Нам нужно всего лишь парочку no, чтобы она у нас прокатила. У нас тут как это работает? Видно, да, есть зеленая стрелочка, надеюсь, видно. Есть красная стрелочка, на этом, наверное, контрасте не очень хорошо видно. Нам нужно передвинуть красную стрелочку чуть-чуть поменьше. Когда я перетаскиваю, я вижу финальную точку, да, где у меня она останавливается. Вот здесь у меня анимация начинается, и мне получается нужно вот где-то раз, два, три, no, вот этих, мне уже вполне будет достаточно. Для того, чтобы текст перемещался на одном уровне строго по линии, я зажимаю клавишу shift и делаю таким образом, чтобы у меня они совпали. Чтобы когда у нас анимация будет прокручиваться, для нас визуально было как будто это одна линия бесконечно идет по нашему слайду. И теперь нужно осталось чуть-чуть ее донастроить. Вот она у нас добавилась, анимация. Первое, что я сделаю, я убираю плавное начало, плавное окончание в настройках этой анимации. Здесь еще я также поменяю запуск, сделаю с предыдущим, и повтор поставлю до окончания слайда, чтобы она бесконечно у меня крутилась. По продолжительности нужно смотреть в зависимости от длины этой анимации, нужно все-таки посмотреть. Хорошо, по скорости, по скорости отлично, по стыковке все получилось тоже хорошо. И финальная, захожу на вкладку ставка, выбираю фигуры, выбираю здесь обычный прямоугольник, добавляю его в левую часть этого слайда, делаю просто классическое обычное перекрытие, какое очень часто используется в анимации. И выравниваю этот прямоугольник относительно текста, перекрашиваю его в цвет фона, и текст отправляю на задний план, для того, чтобы она ушла у нас за фотографию. Смотрим, что у нас получилось. Все, у нас текст, он будет бесконечно, постоянно бегать у нас по нижнему краю слайда. А если ты хочешь узнать не только интересные и необычные штуки про Powerpoint, а больше рабочих инструментов, больше принципов построения презентации, больше принципов построения слайда, у меня для тебя есть большой онлайн-курс про Powerpoint. Подробнее ознакомиться с содержанием, с ценами, со всей программой, можно по ссылке в описании, и там же можно к курсу подключиться. Приходи ко мне на курс про Powerpoint. И третий слайд, финальный в этом уроке. Есть, в общем, в нем парочку особенностей, которые я вместе с тобой хотел проговорить, а в целом слайд, он тоже будет очень простой. Захожу на вкладку вставка, выбираю инструмент фигуры, выбираю обычный прямоугольник. Черчу его с запасом, но не сильно длинный. Сильно длинный нам не нужно, и сразу настраиваю его плюс-минус по высоте. Кликаю внутрь этого прямоугольника и напишу текст, как в образце писал правила игры, и после игры поставлю пробел, для того, чтобы мы смогли его быстро дублировать. Выделяю весь текст, шрифт я применю какой-нибудь пожирнее, например, тот же самый, который использовал и на прошлом слайде. По размеру поставлю 20, цвет текста белый, а вот фигуру я сделаю черную и контуры у нее уберу. Начинаем распространять текст. Я его просто копирую, вставляю, и вставляю, 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 вставляю. Точно таким же принципом, очень быстро я его распространил на всю длину линии. Чуть-чуть еще по ширине, по толщине пока еще можно настроить, потому что сейчас мы начнем ее дублировать, и потом это уже сделать будет нельзя. И выставляю эту линию вот таким образом, потому что она у меня будет идти, получается, справа налево. Дублирую ее, для того, чтобы дублировать, нажимаю Command-D или Ctrl-D, и увожу ее. Давай мы пойдем именно слева направо. То есть я ее вот таким образом разверну, и она у меня будет идти, получается, сверху вниз, и мне нужно ее поставить вот сюда, вот таким образом, как ты видишь сейчас на слайде. Дублирую ее еще раз, еще разок разворачиваю, где у меня там слайд уплыл немножко, и выставляю ее в нижнюю часть слайда, таким образом, чтобы отступы от границ слайда были одинаковые. Тут автоматическое выравнивание мне в этом помогает, да, чтобы вот тут и вот тут отступы были одинаковые. И еще разок мне нужно, даю вот это вот, дублирую, разворачиваю вот таким образом в эту сторону, чтобы текст, у нас нижняя граница текста была обернута к центру, то есть у меня там будет фотография по плану. Вот этот я неправильно поставил, нужно поставить его вот так, а вот этот текст поставить вот так. Все, вот так вот увидели, закрепили, и теперь мы можем настраивать анимацию. Выделяю весь текст, у меня вот это первый, вот это второй, вот это третий, вот это четвертый, именно в таком порядке выделяю, потому что анимация будет накладываться именно в порядке, в том, в котором мы выделили эти элементы. Захожу на вкладку анимация, здесь выбираю анимация пути, выбираю здесь линии, у меня сейчас все это поплыло вниз, все верно. По направлению мы чуть попозже настроим, нам нужно провалиться в кнопочку, кнопочку вот здесь области анимации, когда у нас все анимации выделены, мы сразу настраиваем все. Параметры, убираем галочку плавное начало, Плавное окончание, сразу у всех мы убрали Во времени мы начинаем запуск с предыдущим Сразу ко всем это дело все применяем Ой, вот так, да, все ко всем применяем с предыдущим Продолжительность оставляем 2 секунды Повтор мы здесь выбираем до окончания слайда, чтобы анимация была бесконечна И теперь мы настраиваем направление этой анимации У нас есть первая строчка, у нее направление должна быть вправо Выбираю, выбираю здесь в... Ага, нет, неправильно Влево, конечно же, влево должна быть Значит, вот здесь у нас на нижней направлении Не тут, не тут, не тут у нас эта анимация Здесь, да, анимация, значит, здесь она должна быть вправо Угадал, да Все, вот здесь на левой блоке текста Надеюсь, да, сейчас уже сам немножечко начинаю путаться Видишь, что я конкретно выделяю На левом блоке текста это у нас вот эта вторая анимация Здесь нужно выбрать направление вверх Сейчас последнюю, последнюю сделаю И потом будет у нас намного попроще И на последнем блоке мне, получается, нужно выбрать вниз А, она тут вниз и стоит Все, ну даже мы можем уже глянуть, что у нас получается У нас получается вот такая вот штуковина, да Они у нас будут так и продолжать крутиться Сейчас один из самых кропотливых моментов этого урока Нужно будет зациклить этот текст То есть точно так же красную точку сопоставить с зеленой Чтобы у нас визуально казалось, что это бесконечная линия А PowerPoint в этот момент, поскольку у нас элементов становится больше и больше Он может немного подлагивать, но в целом, я думаю, мы справимся Здесь что важно? Вот здесь у нас начало Да, вот я сейчас ее перетянул Отсюда у нас стартует Я перетягиваю вот буквка, где у меня правила Вот мне нужно перетянуть ее вот сюда Зажимаю клавишу shift, чтобы они совпали Наверное, было удобнее, если бы я увеличил еще масштаб слайда себе Потому что сейчас придется прямо попадать Вот, и попал, чтобы текст, они совпали от одного к другому Для того, чтобы проверить, правильно ли мы все сделали Мы можем просто запустить показ слайдов И вот тут мы сейчас увидим пример Сверху это та картинка, как нам нужно делать Вот эта верхняя часть А слева, справа, снизу это ошибочная И так делать не нужно, потому что видно, что они вот так вот дергаются Когда у них анимация заканчивается От этого мы избавляемся И теперь нужно провалиться в каждый блок текста В каждую анимацию И сопоставить эти текста Чтобы у нас было плавное такое кручение Я этот момент, думаю, ускорю или как-то пропущу Немного кропотливой работы И я вроде справился Осталось пару финальных деталей Захожу на вкладку вставка фигуры Выбираю прямоугольник Вставляю один прямоугольник А нам нужно выровнять его по внешней части Вот всех наших элементов, которые мы добавили Повторяю просто один в один, как я делаю Просто вытаскиваю границы прямоугольника И выравниваю их относительно вот этих фигур Потом снова захожу на вкладку вставка Добавляю еще один прямоугольник И вот этот второй прямоугольник я выравниваю уже по Границам всего слайда Делаю его вот таким прям очень-очень большим Проверяю, чтобы все везде было дотянуто до границ слайда Нажимаю на большой прямоугольник Отправляю его на задний план, на задний план Он у меня сейчас выделен Я зажимаю клавишу shift, выделяю вот этот маленький прямоугольник То, что у меня в центре Захожу на вкладку формат фигуры Здесь есть инструмент объединения пересечения фигур Мне тут нужно выбрать вычитание И тогда у меня остается только вот эта синяя рамочка Теперь синюю рамочку я перекрашиваю в белый цвет Контуры убер Хотя тоже можно контуры белые поставить Чтобы было с запасом по расстоянию Нажимаю на нее правой кнопкой И вытаскиваю ее на передний план На передний план Все, у меня все лишние элементы Они скрываются Нам сейчас нужно только лишь убедиться, чтобы сверху, снизу ничего нигде не было То есть вот сейчас у нас выглядит вполне прям симпатично Можно в центр этого прямоугольника вставить вообще все, что угодно Например, какие-то правила игры, да, какой-то текст У меня вот на следующем слайде подготовлена фотография Я ее просто скопирую Ставлю на этот слайд Уменьшу ее по размерам Обрезать можно даже мне сейчас ее не обрезать Потому что я ее отправляю на задний план И она у меня отлично вписывается в этот прямоугольник И в принципе мы, да, на эту фотографию тоже можно наложить любую анимацию Сейчас давай мы посмотрим с тобой, что у нас получилось Подобные анимации нужно использовать только в презентации для публичного выступления Понятно, что через вот эти бегущие строчки особо смысла информации не передать Их даже прочитать практически невозможно толком Но самый ценный ресурс, за который мы боремся, да, у наших зрителей Это их внимание А внимание очень сложно привлечь И лучше, если внимание будет сконцентрировано полностью на тебе И перебегать от тебя к презентации От презентации к тебе И не будет отвлечения на какие-то телефоны На какие-то личные задачи А полностью будет погружение в твою презентацию В твое выступление Особенно если твое выступление будет еще интересным Такие элементы их можно использовать И они делают презентацию, выступление твое необычным, интересным И погружают полностью зрителя в твое выступление В комментариях напиши, где еще можно использовать вот этот эффект бегущей строки, в какие, может быть, есть какие-то идеи, предложения, напиши в комментариях, мне будет очень интересно почитать. В следующем видео, которое выйдет на этом канале, мы поработаем с Parallax эффектом и сделаем вот этот интересный слайд, поэтому подписывайся на канал и ставь колокольчик, включай все уведомления для того, чтобы не пропустить. Спасибо, пока.